И как после отсечения крайней плоти остается боль, которую необходимо излечить, так и после переворачивания стома возникает боль, называемая расставание. Их излечение называется спасение лота. И излечившись, они в будущем дают два хороших расставания. Но как вообще можно представить себе хорошие расставания? Также, как и после отсечения крайней плоти, возникает боль вследствие отсутствия духовной работы, так и от расставаний. Иск нецуцим, оставшихся, от пхены далит, возникнет место работы, потому что их необходимо исправить. А исправить их невозможно до отсечения крайней плоти. Ведь вначале необходимо подняться и исправить 288 искр. А затем исправляют 32 искры, называемые лейв-а-эйвен – каменное сердце. Поэтому вначале везде отсекает крайнюю плоть. И это должно быть в тайне – сот. То есть неизвестно заранее, что эти искры остаются в виде решимов. А затем исследуют исправление до есот. И в этом смысл тайны сот – извлечение обрезания. То есть в восполнение есот. Когда добавление в сот буквы ют из тайны сот получается есот. И потому тот же ангел Рафаэль идет затем спасать лота и приводит к хорошим расставаниям, которые касаются Рут и Наоми. То есть моха и либа – разума и сердца. Рут означает достойное, если не произносить букву алиф. Наоми означает приятное – то, что услаждает сердце. А затем получает подслащение благодаря Давиду и Шламу. Но перед этим сказал ангел – не оглядывайся назад, поскольку лот означает пхену Далит, которая тем не менее связана с Авраамом. Но позади нее, то есть за пхеной Далит, где остается лишь сама пхена Далит, без подслащения биной, там огромные морские чудовища – Левиатан и его жена. Потому убивают нукву и засаливают, чтобы сохранить для праведников, которые придут в будущем, в конце всех исправлений. Вот почему обернулась жена лота посмотреть назад, как написано. И оглянулась жена лота и обратилась в соляной столб. Необходимо сначала убить ее. И потому были разрушены с дом и амора. Но нужно спасти лота, который называется Левиатан, то есть соединение пхены Далит с Авраамом. И это разрешает вечный вопрос. Как мог ангел, излечивший Авраама, спасти также лота? Ведь существует правило, не позволяющее одному ангелу исполнять две миссии. Но дело в том, что это одна миссия. Ведь должно остаться решимо от пхены Далит. Но чтобы это было тайной. То есть, пока человек не сделал себе обрезание, он не должен ничего знать об этом. И убивает пхену Далит. А Творец сохранит ее, засолит для грядущих праведников. И тогда тайна сот обратится в Е-сот. Отсюда становится понятным разногласие между пастухами, купленными Авраамом, и лотом. Покупка означает духовное приобретение. Приобретение Авраама были ради того, чтобы увеличить его свойства, то есть веру в высшезнание, с помощью которой человек действительно удостаивается всего. Получается, что он желал приобретения ради того, чтобы они засвидетельствовали, что путь веры в высшезнание – это истинный путь, а свидетельством тому, что посылаются ему свыше духовные достижения. И с помощью них он старается идти только путем веры в высшезнание. Но он желает этих духовных вознаграждений не потому, что это важные духовные ступени. То есть он верит в Творца не ради того, чтобы достичь с помощью веры больших духовных постижений, а нуждается в духовных постижениях, чтобы знать, идет ли он правильным путем, получается, что после всех больших состояний он желает идти именно путем веры, потому что тогда он видит, что делает что-то. Тогда как пастухи Лота жаждут лишь духовных приобретений и больших постижений, то есть желают увеличить свойства Лота, который называется проклятая земля, желание насладиться ради себя и сердцем, и разумом. Пхенадалит. Поэтому сказал Авраам Лоту «Отдались ты от меня». То есть Пхенадалит должна отделиться от него во всех трех связях мир, год, душа. Отделение Пхенадалит называется отсечением крайней плоти. Отделение крайней плоти в душе называется обрезанием. Отделение крайней плоти в мире называется переворачиванием с дома. Отделение крайней плоти в году – это взаимное включение всех душ, означающее свойство Лота. От слова «проклятие». Называемая проклятая земля. И поэтому Авраам желал отделиться от него. Отделение крайней плоти в год.